Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация Республики находится в рамках режима повышенной готовности, объявленным главой Республики Саха-Якутия Асин Сергеевичем Николаевым. На настоящий момент, по данному управления Роспотребнадзором, в целом по Республике остается высокий уровень выявленных новых случаев. По данному управления Роспотребнадзора зарегистрировано 234 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание на то, что 52,6% случаев зарегистрировано в городе Якутске. На город Якутск приходится 123 новых случая. Особенно сложными сегодня являются санитарно-эпидемиологические ситуации в Мегино-Кангаласском, Вилюйском, Намском, Усалданском, Кангаласском и Чуропчинска-Хулусах. Во всех этих муниципальных образованиях открываются дополнительные койки и оказывается медицинская помощь как в стационарах медицинских учреждениях, так и в открытых дополнительных койках. Сегодня наиболее сложной является ситуация в Мегино-Кангаласском и Лусе, где продолжается прирост заболевших практически каждый день, в связи с чем оперативным штабам республики дано указание оперативному штабу районов усилить вопросы, связанные с вакцинацией граждан в целях того, чтобы не допускать утяжеления случаев. Большое количество случаев, по 10 случаев зарегистрировано в Алданском и Хангаласском Улусе. Со вчерашнего вечера в Алданском и Хангаласском Улусе открыты дополнительные койки, на которых размещено 17 заболевших, которые находились в Актёмской больнице, в Актёмской врачебной амбулатории, исходя из соответствующих медицинских показаний. Кроме того, 9 случаев зарегистрировано в Мирненском Улусе и по 8 случаев зарегистрировано в Вилюйском и Чуропчинском Улусе. Сложная и усложнилась обстановка и в Тампонском и Татинских Улусах. В 10 районах республики зарегистрировано от 1 до 6 случаев. Я обращала внимание на сложность обстановки в Намском Улусе. Количество зарегистрированных случаев является сборным и зафиксировано в пределах небольших населённых пунктов, в том числе и отдалённых населённых пунктов. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, в наших медицинских учреждениях находится 167 наших сограждан, в тяжёлом положении 33, а в тяжёлом состоянии 33 из них находятся на ЭВЛ. Количество детей больных увеличивается уже 23% от общего количества детей, эти дети. 101 ребёнок получают лечение в инфекционных стационарах как города Якутска, так и районах нашей республики. В связи с тем, что по городу Якутску принято решение о очном обучении детей младших классов с 1 по 4 класс, необходимо обратить внимание о тех мерах безопасности, которые должны принимать семьи, в которых молодые мамы являются беременными, должны принимать те семьи, в которых пожилые граждане присутствуют и также являются членами семьи. Кроме того, обращаем ваше внимание на чёткое соблюдение санитарных правил при посещении детьми школы, как школьных, так и непосредственно при переходе ребёнка из школы домой. В республике продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Вакцина является наиболее эффективной защитой от тяжёлых осложнений. Первую вакцину на территории республики получили 360 тысяч 20 человек, в том числе только 48% от общего количества – это лица старше 60 лет. На настоящий момент ревакцинировано 15 тысяч 36 человек. Вакцина имеется в достаточном количестве во всех районах республики. Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку в республике, на настоящий момент обсуждаются вопросы оперативным штабом по предложению главного санитарного врача по республике Маргариты Игнатьевой по вопросам, связанным с возможным прохождением в места массового скопления граждан посредством QR-кодов. Решение будет принято завтра на оперативном штабе под руководством главы республики Саха-Экуча. Продолжение следует...